Спасибо, Александр Григорьевич, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Вы знаете, я опять хочу вернуться к теме нашего сегодняшнего разговора «Россия и мир после пандемии». И это, к счастью, светлое будущее, в котором мы будем обязательно, но сегодня это еще, к сожалению, не так. Но, понимаете, эволюция даже небольшого времени истории, она тоже скоротечна. Ведь мы с вами еще не прожили даже года в ситуации пандемии, но прожили уже ряд достаточно серьезных эволюционных моментов. Сначала ужас, потом принятие. И вот мне кажется, знаете, в Новый год с боем курантов произошло еще одно, еще один какой-то переломный момент. Момент принятия и научения жизни с тем, что сейчас есть. И вот это решение по поводу выхода школьников, ведь оно не только решение органов, которые сегодня управляют системой образования, это же и решение умов педагогов, учителей, родителей, ребят, которые очень соскучились по живому общению. И, несомненно, Павел Александрович в своем выступлении говорил, что действительно мы регламентно были готовы к тому, что цифра в школу войдет. У нас еще в 2017 году в Министерстве тогда образования и науки были приняты все документы по дистанционному обучению. И они так спокойно лежали на полочке до марта 2020 года, когда мы все поняли, что возникла ситуация пандемии. Наш мир неоднократно переживал различные пандемии. Но при этом те новейшие реалии и те новейшие вызовы, которые существуют сейчас и у нас, и касаются именно нас, они как раз и научили нас очень быстро реагировать на то, что происходит. Если говорить о тех проблемах, с которыми мы столкнулись, ну, прежде всего, мы очень много говорили, что школа не готова к цифровизации, потому что у нас нет достойного контента или вообще контента как такового. И это оказалось не так, потому что когда случилась пандемия в мае месяце, нам было предложено очень огромное количество контента, так называемого образовательного контента, который учителя уже отчасти использовали в образовательном процессе. И мы его агрегировали и дали возможность школам использовать. Но появилась другая проблема. Насколько этот контент верифицирован под образование, насколько он соответствует тем образовательным задачам и целям, которые сегодня определяет наша нормативная база, стандарты, примерные программы и так далее. Следующий вызов – это, несомненно, отсутствие каких-то технических возможностей. Огромное количество контента, есть необходимость работать на удаленке, но интернет, сети и так далее, а где-то и вообще его отсутствие, это всё, конечно, очень сильно осложнило работу. И здесь вот понятие удаленки – это не только интернет, это когда учительница идёт в школу и кладёт в коробку домашнее задание, через полчаса приходят родители, его забирают, выполняют с детьми. Это тоже удаленка. Это тоже дистант, который мы переживали в 2020 году. И следующее очень важное реалие – это взаимодействие. Вот, Александр Григорьевич, Вы сказали, как можно управлять разнообразием. Я считаю, что управлять разнообразием можно только через взаимодействие. Это очень важно научиться нам понимать друг друга, научиться сопереживать. И ещё, так сказать, очень важный в моём понимании особенный момент этой ситуации, пандемии, это мы начали действительно ценить свободу. Мы сегодня уже об этом говорили. Причём не только свободу пространства, но и свободу выбора. Мы по-другому стали относиться к этой свободе. Мы действительно стали оценивать учителя. Но здесь вот ещё раз хочу подчеркнуть слова Ефима Лазаревича по поводу взаимодействия и особенностей взаимодействия. Мы немножко забыли уже с точки зрения науки такое понятие, как субъект-субъектное взаимодействие. А вот оно здесь больше всего показывает, какая важность и заключается в этом субъект-субъектном взаимодействии. Потому что субъектность – это всегда эмоция. А эмоция – это всегда осознанность, это всегда сотрудничество, это всегда сопереживание. И в связи с этим мы понимаем, что у учителя возникает, так сказать, какая-то современная трансформация его функций. Такая посредническая функция. Функция помощи ребёнку разобраться в том огромном количестве информации, которую сегодня он может найти в интернете, где угодно. Но как понять, что эта информация правильная? Как её правильно переварить? Как её потом использовать? Вот в этом и есть та самая посредническая функция учителя, которым нам надо сегодня учить наших будущих и настоящих учителей. Посредническая функция, связанная с помощью молодых учителей, учителям старшего возраста. Ведь мы все действительно сегодня освоили так или иначе цифровые технологии. Но это было сложно сделать особо учителям, которые сегодня уже имеют, так сказать, определённый возраст. И посмотрите, вот это движение, которое просто в апреле, как на одном дыхании выросло волонтёры просвещения, когда студенты педагогических вузов пришли на помощь учителям в помощи освоения цифровых образовательных технологий. В помощи работы с цифровыми платформами, которые создавались в тот момент. Это тоже очень важно. Поэтому, на мой взгляд, сегодня действительно... И вот эта вот особая субкультура, вы сказали о субкультуре у детей, а я хочу сказать, что это и формирование особой субкультуры ученик-учитель. Это важность значимого взрослого, не только родителя значимого взрослого, но и учителя для ребёнка. Потому что происходит совсем другое осознание значимости учителя в формировании сознания ребёнка. Это тоже очень важный элемент. И, конечно, цифра сегодня активно входит в образовательный процесс. Все мы понимаем, что школа вернётся после пандемии, но она будет другой. Она будет обязательно наполнена уже новейшими технологиями. И не только в образовательном процессе. И в процессе коммуникации, и в процессе воспитания, и в процессе взаимоотношений. И, на мой взгляд, нельзя выстроить здесь жёстких регламентов, которые будут определять, как учить по цифре. Или как воспитывать по цифре. Я считаю, что как раз основное наше движение – это управление через взаимодействие, то, о чём я уже сказал. Спасибо.